Смородина. Смородина теплая, в половине пластиковой бутылки. Арбузная половина, наполовину же вычерпанная ложкой. Широкий оконный проем, за которым синее небо. А где живет кто-нибудь? С кем бы теперь поздороваться? Ну, вон на блестящем комоде усатая кошка-копилка. Огромная белая щенья в спине. В полоску синюю кошка. Вот вроде бы и все условно живое, не считая арбузов, хлеба и теплой смородины. Теперь и на пополу катится, досками ловится. Короче, тут нет никого. Да, в общем-то, и не надо. О чем говорить живыми, говорить-то и некому, кстати. Ведь я-то смотрю снаружи, из ледяного ага. А как бы в ней внутрь-то попасть? Хотя бы вот на воночке, на кровати. Оловянка. В следующий раз непременно снимет квартиру в Сталинке, Чтобы колонка газовая ручная ревела. А в соседях старушки литературные или околотеатральные жиды. А я им скажу, не говорите со мной, как с маленькой. Что вы со мной, как с маленькой? А ты почему, смешная ты девочка, с нами говоришь, как с большими? Из Дак Сити. Ольга Винтерская. Когда внезапно без кода и титров объявят, что все, конец. Из грави-коллапса вырвется весточка платная, смс. А что же еще? Непременно платная, конечно же, смс. Будет лететь по вселенной, сверкая и переливаясь. Всем привет, меня зовут Лена, я слушаю Кредилов Филс. Больше никто в моем классе не слушает Кредилов Филс. Пишите мне, если кто тоже слушает Кредилов Филс. Будем меняться фотками и статьями про Сикстинайт Айс. Кредилов Филс из кофейни. Первое. Рисует гелевая ручка, от света загородившись ладошкой. Не представляю себе, что именно там у нее в блокноте. Сдала документы на экономиста, а собиралась в художку. Любит ходить босиком по ложе, но никогда не ходит. Девочка из кофейни, дома кино, агив. С топиком, скажем, Маркеса, с зонтиком в рыжем тросте. Мы непременно встретимся. Аська, ЖЖ, звонки. Ходим друг к дружке за книжками. Или же просто в гости. Второе. Самое отвратительное то, что этой девочки нигде уже нет. Каэль не актуальна. Кофейни не актуальна. Почти уже 10 лет. Даже и само слово актуально, слово из 90-х. Курицын, Виклик, Тючин, Тиви, Пэйн, Паутина, Коросту. Может, работает андерайтером, а начинала с ресепшена. Скорее всего, состоялась как сотрудник, как мать и как женщина. Да, обязательно состоялась. Ясно же, что не дура. Часто по старой памяти смотрит канал Культура. Третье. Да, этой девочки нет нигде. И никогда не будет. Господи, да за что же тут так исчезают люди? Вроде бы и живые все. А только уже не те. Старый акток с сигаретой во рту. Каждый в своей пустоте. Текст называется «Трижды три». Если пользоваться романтическим словарем, то это царица на поступе, лебяжья стать. Кавайные жилки на шее, пух на крестце, просвечивающие, как у кролика уши. И ты, как и раньше, дотрожив губа, хочешь с ней переспать, а знаешь, подумала, нет, не хочу. Да знаю, конечно, слушай. На самом-то деле ты хочешь с ней ездить по разным прикольным странам, проснуться в обнимку под летним солнцем, как подобает людям. И главное быть ей не старшим, а просто другом, любимым, равным. Но именно этого ничего никогда у тебя не будет. Я ему передам аплодисменты. Текст фильма называется «Шар». Вообразим себе шар километров поперечники, заполненный черной вязкой водой. Вообразим себе медленных рыб, плывущих там разнонаправленно и произвольно. Предположим, что невозможно сделать различие между этой рыбой и той. Да, у этой грудной плавник поразвисисти, у той по вкусу не хвост, но вода, напомним, черна. При соударениях рыбам не больно. Как в четыре вытаскивания определить, какая из них счастье твоё и радость? При условии, что вытаскивать незачем, нечем и некуда, ведь им и погляди холодные рыбы в стеклянном шаре. При условии, что в черноте не поймёшь, плавниками надо вслепую шарить. При условии, что температура воды понижается в день на градус. Это будет задача на тридцать, а тридцать для сдачи мало. Вот ещё один пункт, с ним получится тридцать четыре балла. Требуется определить частоту столкновений, хотя бы грубо, и процент лобовых, чтоб не жабра-жабра, а склизкие губы, склизкие губы. Отделение. Что у тебя здесь? Каждую ночь во сне, из детства тепло и ярко. Тает сосулька вдоль позвоночника, тает в кемечке кома ледяной. Ты до пятнадцати лет собирала зачем-то марки. Каждую помню чётко, лучше, чем малых детей своих, которые спят за стеной. Что у тебя? Рассказать-то нечего, всё у меня, слава богу. Можно я лучше стихотворение в мои полминуты прочту? Следующий говорит. Потом отменили северную оплачиваемую дорогу. Незачем стала маме работать в аэропорту. В очередь, у тебя, женщины на этих стенах, туземный атолл, отчизна которых, автомобили Феррари на вкладышах турбо, красные не ценились, кстати, были не просто радостью, а себе самому обещанию, начисто, ясно теперь провафленным, с каким-то даже задором, типа не очень-то и хотелось. У меня тут своё духовное, алкопати. Двое в комнате, я и френд-лента, и выжатые пакетики чайные. Первые трое на выход, контейнеры с жалобами оставляйте тут. А ты, который просисти на стенах рассказывал, в этот же день, молотка твоей еды. Просыпаешься в десять в начале июня на тёплом ветру и светом. Ощущаешь себя, как в пятнадцать-шестнадцать, лёгким, пушистым и белым. А из зеркала смотрит робот с перфокаткой, зажатой во рту. Расскажи-ка тебе, что ничего для этого специально не делал. Да, из зеркала смотрит рыба с железным крючком на губе. Позырями покровы живым объяснить, что рыба и стать не хотела. Да, лови мобниками тёплые ноги, рассказывай им о себе. Посмотрел на живых и ко дну возвращайся. Скользит меж чешуйчатых тел. Просыпаешься в десять в начале июня на тёплом ветру и свету. Забываешь сны, вспоминаешь имя и список текущих дел. А из зеркала смотрит рыба с мотылём и плёдом. Ну, звони мне и попутай на то, что ничего не хотела. Что рыба и стать не хотела. И вот там, что я хочу. Вот возьми с потоконника слева коробочку с надписью «Бирас там». Разбуди человечку в коричневом твердом плаще, присляющего там. Потряси в определенную, или там зажигалку в палатке в пальме его брата. Он проснётся, и Усика наше вернёт, и зашепчет. Отстань, не надо. Нет, не помню, с какого момента всё потекло не так. Если б мне в девятнадцать показали меня в двадцать девять, я подумал бы, что там не так. А чего говорить? Даже мясо во мне всё с тех пор заменилось на свежее. Хоть и жёсткое, чёрное, горькое. И не помню и детство, и не сну. Так и где же я? Где же я? Гордо-мордо. Что там было в траве танцабора, в мокрых мраках, тёплых таях? Собирался ведь посмотреть попозже. Ни на западный слуг, ни потом, нет. Может, ёжик на брюк, или полных циклов, лежала ржавела в рассе в пустыне. Ни травы на соборе, уже двадцать лет. Молодец, хоть сколько. Ну, неважно, проехал и слушал, что изначально собрался сказать. Всё отлично, только не надо больше вслух проговаривать это дело. Ведь в рабочих посёлках женщины шли по дуле в печатном платье. Хоть пойти в этих платьях и некуда, даже в тропехах они не сделают. А финансы лежат, как тем кто-нибудь, а в этот год модуль совершенствуется, условно, в шитье сарапанов, в стихе. Вот давайте, я вам поклоняю, чтобы помочь наш далеко из баллов, или как-то ещё приготовлюсь к приключению, которое не случилось. Господь, я надеюсь, что просьба моя покажется слишком ранней, но потом я заботу так, что и сейчас. И, конечно, спасибо, если можно, начиная от запуска моего умирания, и пока не закончу. Хоть это будет красиво. Потому что, ну, сколько можно быть без нас, без учеников, жрачевым углом утром, мама, жрачевым углом утром, простянутым свитерой серым, быть ходиком и постеройщиком. Тут корни братья наступают, ай, е, жур, ма, утром, и погода нелепо, под сосуды исключения, или простёрка с небесным и злощиком, не придянки всем хором, пускаются в пляс, под обедивающие тропы. Да, за всю эту глупость, и папа, полагаю, что вправо имеют хоть 15 минут и стоят искали над морем штормящим, но в чёртовом макет, распрямившим лицом повиняемым. Да, я знаю, что это прошлое, но кто там меня увидит, хоть 15 минут, а потом уже можно въезжать. Я пройду по токарной, сверну на прекрасную, а там постоёт имя, и на годно-этажной, именно реальной, ещё постоёт имя. Тень сегодня везде, потому что наява. Так вот, в этом и ноябрю, и району своих лет, и себе заодно скажу, уже говорю. Вот любимые девочки, и не отрад, и в них тебе не давать. Вот любимый город, где нет твоего окна и уклад. Вот винтажных чудных вещей, исполненных в гараже. И с того, что ты любишь, тебе и по утрам не принадлежат. Первое. В больнице на шестой накрашу, и ползающий ледя в храм. Второе. Самоцветные звери, в пустынке, в пусанке, в санчастье, забуду, в зену. Ведь с них ищите, в моём рожать, по ключевым словам. Экстремабельное проявление, обанды, смен, в оси. Подоткавшись по трассе, поевший аферок возвращается в лёд в храм. В медсанчасти, животные сидят в храм. Сидим светятся и поют. Вот, любимые девочки, половина, который в штатуре была. Вот и город, который полностью твой, колокольчик, огонь, уголок. Вот со стадочной уменью и пылью внутри, ржаво-рыжая дрожит. А тебе и с твоей туповатой любви. Вот и что, не принадлежат. Субтитры сделал DimaTorzok